Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Меня зовут Екименко Владислав, и сегодня мы с вами поговорим про пасадобль. Ну, а если вы еще не подписаны на канал, то смело нажимайте вот здесь вот кнопочку подписаться и поставьте лайк этому видео, тем самым вы поможете развитию моего канала. Итак, пасадобль, да, это у нас с вами первое видео на этом канале, посвященное данному танцу. И для начала немножечко теории. Пасадобль это танец латиноамериканской программы с музыкальным размером в две четверти и темпом в 60 тактов в минуту. Практически как и венский вальс, да. Если вы знаете, чем отличается такт венского вальса от такта пасадобля, напишите вот здесь вот в комментариях, да, мне будет интересно почитать, сколько нас таких начитанных ребят здесь, да. Итого получается у нас с вами 60 тактов в минуту. То есть в одну секунду мы с вами должны станцевать раз-два, раз-два. Кстати, акцентированный удар у нас, это первый удар нашего такта, да, то есть сильный удар у нас получается раз-два, раз-два, раз-два. По идее мы должны с вами пасадобль считать именно так, да. Но для удобства мы используем с вами счет до четырех, либо до восьми. В каких-то моментах даже мы считаем до десяти. Но если брать учебник, то мы считаем либо до четырех, либо до восьми. На практике у нас во втором акценте в нашем мы считаем в одном месте до десяти, затем до шести, тем самым компенсируя, да. Но если мы будем считать до восьми, то у нас будет ровный-ровный-ровный-ровный счет. То есть попробуйте, включите музыку пасадобля и посчитайте. У нас только в первом акценте будет один раз мы будем считать до четырех, да, когда у нас сложный акцент получается. Дальше все будет по восьмеркам. Во втором акценте, да, у нас если считать все по восьмеркам, то по счетам все сойдется, но слуху будет непривычно, в отличие от того, когда мы считаем там восемь-десять-восемь-шесть, да, это музыкально получается и ложится на те переливы музыкальные, которые у нас звучат в музыке, в треке, да. Когда мы будем считать по восьмеркам, будет казаться, что мы немножечко не попадаем, но на самом деле все будет четко, понятно и точно, и в конце в итоге все сойдется. Также пасадобль у нас отличается своим характером, да, от остальных танцев. Каждый танец латиноамериканский программ, да и вообще, в принципе, каждый бальный танец у нас имеет свой определенный характер, да, но пасадобль у нас стоит так обособленно. Какие-то из педагогов любят преподносить его как именно испанскую вот эту вот корриду, бой быка и ториадора, да, соответственно, партнеру отводится роль ториадора, а партнерша у нас переходящая роль то плащ, то бык и партнер то плащом управляет, то партнерша перевоплощается в быка и вот они между собой как-то конфликтуют, скажем так, вот. Какие-то из тренеров преподносит это как взаимоотношения, да, мужчины и женщины и какой-то вот опять же конфликт, скажем так, да, который проявляется в танце. Я стараюсь придерживаться как-то среднего, скажем так, мнения об этом. Для меня пасадобль это танец именно про взаимоотношения мужчины и женщины, которые активно, да, эмоционально выясняют между собой кто же, кто же сильнее, кто же прав, да, и выражается это все через характерные движения, характерные для кориды, для Испании, для вот этого, да, антуража, скажем так, этого вот боя с быком. Поэтому для меня нет именно роли ториадора или плаща, или быка, да, есть два человека, которые выражают свои эмоции в танце посредством характерных вот таких вот движений. Также в пасадобле у нас отличается постановка нашего корпуса, и это основное, о чем бы я хотел бы сегодня с вами поговорить. Поэтому давайте переместимся немножко подальше и поговорим с вами про стойку. Итак, основное отличие позиции в пасадобле у нас от остальных танцев заключается в позиции бедер и в нашей вертикали. Даже не от остальных танцев, а в румбе и в ча-ча-ча у нас одна постановка, в самби и в джаве другая постановка, и в пасадобле у нас третья постановка корпуса. Чем же она отличается, да, в пасадобле? Мы должны себя выставить вертикаль, да, плечи опускаются вниз, позвоночник растягивается наверх, все так же, как и в остальных танцах, но поскольку мы в пасадобле не работаем нашими бедрами, да, мы двигаемся линейно, скажем так. Наши бедра должны уйти на подушке, вот сюда максимально, да, сдвигаем себя вперед, но при этом мы не, да, вываливаем живот, не проваливаем поясницу, чтобы потом шагать вот в таком положении, да, нет, мы так не делаем. Мы сначала растягиваем себя, как обычно, да, для любого танца. Растянули, подали грудную клетку, да, все вот это сделали. Для мальчика, для девочки одинаково, да, и затем мы подаем свои бедра, таз вперед. Максимально собранные ягодицы, задняя поверхность бедра, передняя поверхность бедра, ноги нас удерживают вот в этом положении овербаланса практически, да. Пяточки мы можем оторвать, вес у нас распределен по подушкам, да, и вот в этом положении мы двигаемся, совершаем шаги вперед, да. Сначала мы с вами выводим свой вес, корпус туда и затем уже делаем шаг. Опять дошли до ноги. Сначала наш корпус, 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 потом шаг, да, только в таком порядке. В отличии от ча-ча-ча и румбы, где мы тоже двигаем свой вес, но сначала у нас двигается наше колено, да, нога, стопа выводятся и только потом мы становимся. В пасадобле у нас двигается таз максимально. И основной момент сегодняшнего видео, который мне хотелось бы затронуть, да, про стилизацию рук, работы рук, там, создание объемов, шейпов и так далее. В пасадобле будет у нас отдельное видео на канале. Сегодня хотелось бы поговорить именно про позицию и упражнения, которые очень полезны, да. Хореографы, именно классические хореографы, конечно же, знают это упражнение, а бальники не все знают. Вам понадобится станок, подоконник, стул, что угодно, чтобы можно было положить руку и немного себя контролировать, да, в положении. Столб, что угодно, что будет способствовать вашему балансу, да. Становимся, кладем ручку свободную. Далее, одну на станок, другую мы оставляем в подготовительной позиции. Ноги можете поставить в шестой позиции, можете развернуть в первую позицию, как вам угодно. И из подготовительной позиции мы ручку поднимаем в третью с вами и делаем камбре-дарье, да. Когда мы отклоняемся, нос у нас смотрит в ладошку, вот сюда, да, позвоночник растянут, и мы отклоняемся с вами назад максимально, насколько возможно. При этом наш таз собран, он не уходит назад, да, как вы могли подумать. Нет, мы стараемся оставить, оставить себя ровно, точно в той позиции, в которой были. Возвращаемся обратно в нейтраль и ручку можем через сторону, допустим, опустить и закрыть. Еще раз. Подняли, отклонились, постояли, четыре счета. Обратно вернулись. И можно также через вперед, допустим, опустить. Я не настаиваю на правильности исполнения и так далее. Вы можете обратиться к хореографу, который вам подскажет, как это правильно сделать. Я делаю следующим образом, да, я становлюсь возле станка. На четыре счета я поднимаю руку. Раз, два, три, четыре. На четыре счета медленно отклоняюсь. Раз, два, три, четыре. Четыре счета задерживаюсь в этой позиции. Раз, два, три, четыре. И на четыре счета возвращаюсь. Раз, два, три, четыре. И четыре счета ручку опускаем. Раз, два, три, четыре. несколько повторов, раз 8 на одну сторону, раз 8 на другую сторону. Это упражнение позволит вам укрепить, во-первых, эту длинную мышцу нашу, пресс, позволит укрепить вам спину, наши мышцы, которые именно будут отвечать и поясницу, и ягодицы, именно те мышцы, которые у нас отвечают за наш баланс вот в этом положении. То есть, когда мы растянуты и уходим с вами вперед в овербаланс вот сюда, и нам нужно двигаться в этом положении, нам как раз-таки нужна спина, поясница, пресс и ягодицы. Все это можно отработать как раз-таки вот на этом упражнении. Главное не торопиться, делать плавно, аккуратно, спокойно, на ту амплитуду, которую вы чувствуете для себя комфортным. И затем больше, 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 больше пытаться отклоняться. При этом, обращаю ваше внимание, что когда вы делаете это отклонение, вы не должны уходить тазом вперед, у вас не должна ломаться поясница, то есть, вы должны себя растягивать наверх туда и уходить в ту сторону, да, и обратно также медленно возвращаться. Быстро делать это не нужно. Тем самым вы прокачаете свои мышцы, и это позволит вам гораздо спокойнее, да, держать ту позицию в посадобле, которая нам необходима для создания характера этого танца. Ну что ж, большое спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а если у вас появились какие-то вопросы, то задавайте их вот здесь вот в телеграм, по ссылочке вот тут в описании, да, не стесняйтесь, пишите, задавайте свои вопросы, пообщаемся с вами. Будет интересно, да, покоммуницировать на тему танцев. Ну а увидимся мы с вами в новых выпусках и до новых встреч!